Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Я приветствую вас в этом видео. Если вы только начинаете с WordPress, вы совсем новичок, то я приглашаю вас в свой бесплатный базовый видеокурс по WordPress, обновленный. В 2020 году я записал базовый видеокурс по WordPress. С тех пор за это время многое изменилось. В WordPress Gutenberg, так называемый блочная верстка, настолько развилась, стала мощной и сильной, что теперь можно собирать не только статьи, но и весь сайт от шапки до подвала. Настолько стало все интересно, что скоро мы с вами помахаем ручкой Elementor и будем собирать бесплатно сайты прямо внутри движка WordPress. Как попасть на мой видеокурс по WordPress? Давайте посмотрим. Переходите на мою главную страницу, официальный сайт fedorvasiliev.com. С главной страницы вы всегда сможете увидеть эту ссылку, переходящую на базовый видеокурс по WordPress. Переходите и начинайте обучение. Давайте посмотрим, как проходить курс в зависимости от вашей подготовленности к WordPress. Соответственно, если вы первый раз с WordPress, тогда вы смотрите уроки 2023, начиная с первого урока. Вот все вот эти уроки. Соответственно, если вы уже знакомы с WordPress, но еще не смотрели, не пробовали новинку вот WordPress Gutenberg, создание сайта на основе блоков, от шапки до подвала, тогда вы начинаете уже смотреть с четвертого урока. Если с самим WordPress, вы уже знакомы. И я также оставил все-таки уроки 2020, не стал удалять, потому что здесь уроки были построены немножко по-другому. Я здесь добавлял уроки из сторонних плагинов, которые очень могут быть полезны, если вы первый раз с WordPress. У вас могут быть такие ситуации, что вы переносите сайт с хостинга на хостинг или с локального компьютера на хостинг. И там не просто все. Там, чтобы перенести, нужно исправлять ссылки в базе данных. Для этого вам поможет урок вот этот. Поэтому я его так и оставил здесь. Также вам может помочь урок дополнительных плагинов, которые обязательно надо ставить, когда сайт готов. Это по кэшу. Полезный будет урок, если вы не знаете. И автоматическая транслитерация ЧПУ. Вот плагин PURTOLAB. Урок тоже этот посмотрите. Возможно, какие-то другие уроки здесь для вас будут полезны. Увидимся с вами в видеокурсе.